По региональной квоте ветерану войны Николаю Прокопьевичу Семендяеву сделали ремонт квартиры. Однако радость от чистоты и уюта сильно подпортили осенние дожди. Подробнее в нашем следующем сюжете. Ведро, таз и пленка. Единственная возможность защитить от протечек квартиру. Во время сильного дождя емкости заполняются в течение часа. Вода попадает на чердак дома номер 23А по проспекту Ленина через швы кровли. И дальше затекают в квартиру 89-летнего ветерана. Первые протечки появились еще в середине августа. Мы поднялись на кровлю, посмотрели, увидели, что разошелся металл на кровле. Обратились в администрацию города. Нам сказали, что нужно обратиться в жилсервис. Мы написали туда заявление. Первый ответ был, что нам отремонтируют кровлю к 1 ноября. Потом пришел официальный ответ в письменном виде, что сделают до 15 октября. Три раза проверяю я ведро и тазик. Если набралось воды, я забираю и сюда выливаю в туалет. И обратно туда. Вот поэтому я и сохранил комнату протечки. Чтобы вынести всю воду, ветерану нужно от 40 минут до часа. Вечером эстафету принимает сын. Установившаяся сухая погода дала семье передышку. Семендеевы недоумевают. Почему управляющая компания ограничилась лишь констатацией нанесенного ущерба. И не попыталась его минимизировать. В УК говорят, что полумеры здесь бы не помогли. Пока из щель вода продолжит сочиться в помещении. К сожалению, единственное, что подрядной организацией некачественно были выполнены работы по промазке фальцев и свещей в покрытии из кровельной стали. Соответственно, из-за этого произошло попадание атмосферных осадков через дефекты кровли. Поэтому на этой неделе до 7 октября будут выполнены работы повторно. А также управляющая компания берет на себя обязательства по выполнению работы и восстановлению поврежденных поверхностей после залития уже, соответственно, в квартире. В среду вечером на кровле были замечены рабочие. Хочется верить, что на Сирас все будет сделано на совесть. И ветерану больше не придется с ведрами отстаивать квартиру от потопа.